что ж а вот и они а вот и они фэйт у нас дайр я смотрю просто по флагам не отсюда я не вижу запутанец она не на фэйт у нас как раз таки за radiant а хоп у нас за дайр то есть год это radiant кодос это дайр то есть это и годолюб ну-ка dream это рейтинг а гуман так понятнее конечно и наблюдаем но пока в бану ходят скажем тогда до стандартные сильные но им героя интересного еще забанили наверное это против эльхиора или нет я не могу понять подожди в одной команде вильхиора играет а в другой я пытаюсь вспомнить кто там на четверке там два саппорта там и пошка и кто эта команда как раз таки вильхиора забанила землю ну вот пошка точно не пошка вторая кошка пятерка и союз союз это же кстати у него земля это такой типа сигнатур по-моему тоже я не помню по-моему нет они должны друг друга хорошо знать то есть бан земли неспроста однозначно конечно они все с одной коробке действительно коллективы должны быть подготовлены друг другу целиком и полностью рассказывать слабые стороны как раз таки тиммейтов которые зашат за шафлились поэтому интересно да они должны знать там кто не слабые стороны команды ты принесла именно стороны слова в стороны тиммейтов слабые стороны вот тут и правильно выразился и почему-то призадумывались слишком долго забанили пану которая кстати не в банах не в пиках по-моему не было сегодня не было сегодня не было ну просто решили типа герой хорош но сейчас из-за флейнеров мне кажется она чуть-чуть уступает другим персонажа и он пикает на и на саппорт аж до одно саппорта и пятерка вообще офигенная то есть какие использовали там и те же ликвиды где-то и там и пупей по-моему так пикал в общем пятерка четверка бремастер мне очень нравится уже привычный фэрс пик бестмастера силу героев на самом деле все команды понимают то есть видно то что все рейдят сейчас вот мне кстати нравится знаешь вот как раньше отвечали на виск против бестмастера это был бы сейчас допустим бич доктор и террор блейд и потом их закрывают апсидами проблемы а я предлагаю сейчас ответить тогда пуганной и террор плейдом ну или грим строк лично это нормально это комбинация то что я говорю на тропе берете комбинацию но кстати оракал пока этих двух саппортов очень круто как по мне контрит он может подсейвить вот это там не там прикол там если ты берешь оракла эти два саппорта берутся в триплу и приходят кораку и просто развивают тебе лицо просто тебя заспамливают и выгоняют нафиг тогда оракал еще как бы саппорта который будет антимага сейчас еще раз сейчас еще больше повода вот этим двум саппортом взять героя который к ним придется не придет но террор блейд вами понятно это был бы террор блейд а так еще есть на мипа не на этом играет или нет а так это опять же сларк какой-то казуальная остается не ну смотри герой против антимага который берутся это смида кунга смида кунга и если у тебя нету опций других я еще могу понять то есть на моем ком-то топе кунга далеко не лучший герой пошли на плюс кунге то что это силовик то что тебя там антимаг не может за ультимейт взорвать то что кунга очень танково и даже с заберненной маной ты все равно там бьешься в троллоспэнер там идея в том что ты можешь очень рано словить просто пробиваешь очень начинаешь очень рано за ним бегать на крест мне 28 9 там дикий прокаст на антимага учитывая то что ты можешь так есть но ведь есть щит который опять же тебе мешает разве нет нет то есть через через даже если на третью завязать и получается выловишь да но если он тебя увидит но ты на стене его кидаешь или на вижене да я понимаю что акс ну кстати из оффлейнеров да это кстати хороший бан на самом деле может не стоит на месте скажем так вот леща и грим строка сейчас просто забирала героя в агрессии шел бы к антимагу это слордар для меня это очевидно здесь пик он очень хороший против беста тоже будет и против антимага почему слордар против без на против visor на моем опыте мне сама на самом деле это было неприятно очень конкретно против besor только за счет того что он сам может воздух это первое на пасть и там до воды под каким-то гримм строком убить его только защита этого на самом деле против быть да все таки прому каким-то ярким контр ALEX protege торки прокиef айта и Huggylesia и тайтхантер на только когда эти два сильного То есть он их никак не убивает, они его бьют, забирают с умона. Против антимага все-таки. Я больше именно против антимага вижу. Если нет Акса, то это как бы с Лордару. Два этих героя лучше всего контрят антимагу. Мы подумаем, какой третий герой в комбинации с Личом и Гримстроком придут и убьют антимага. Да, и возвращаясь к коньере... Ну, еще дровка, еще дровка может быть прикольная. Интересно, что должно произойти с Анчой, чтобы ее опять начали брать. Что должно сейчас произойти с Анчой, чтобы ее опять начали брать? Кто-то должен ее пикнуть и показать, что она работает. Что хп хватает, даже такого количества. Включается такое понятие, как мода, и все. Ну да. А прикол в том, что как бы игра темповая, а анча темповый герой. Постоянно берешь шмотки, у тебя есть герой, который ломает вышки, в чем, кстати, у Инчей была проблема. А вот и он, Селедыч. И у него, короче, очень круто, очень много урона наносит она. То есть сейчас очень сильные герои, которые наносят unlimited amount of damage. Я думаю, если у нас еще стрим без задержки, ребята смотрят, как бы ориентируясь от моих советов каких-то пикают. Две гашечки под ульт грипп строка. Да, кстати, вот по грипп строку приятная тема. Это действительно, ну, два ультимейта. Да, против антимага это очень дикая тема. Венгар. Венжел Спирит, да. О, они вдохновились на это. Бестмастер, Венгар. Интересно. Антимаг, он реально очень дикий под такими вот бафами. На самом деле, даже где-то без... Не, ну, Магнус, конечно... Мне кажется, именно антимага нет. Он же где-то в спину прыгнет и кого-то будет бить, нет? И на начале просто фармит. В целом, я к чему веду, то что именно очень сильные герои тоже... Помимо Магнуса, очень приятно, когда есть какая-то еще Венга, Бист. То есть по такими аурами герои в разы сильнее. А для Хоуп сейчас не может появиться какой-нибудь Свен, например? Ну, для Дайер. Свен, круто, ты прав. Но там уже было шпикнуто два суппорта, или о чем ты? А, для Дайер. Для Дайер. Может. В теории может. Свои герои непонятные. Кстати, а если Джаггернаут ультует в антимага, он с щит нажимает, то они ультуют друг друга, да? Да, да, да. Получается так. Хороший выбор. Мне очень нравится этот свой герой. Ну, Джаггер мне, кстати, не очень нравится за счет Биста и Венги. Тебя свапают, тебя рорят. Ну, мне самому нравится на Бисте играть против Джаггернаута. То есть, честно, Джаггер не совсем понятен. Из того, что было, мне какой-то Сларк нравится больше, потому что он мог бы здесь... Ну, и Венга, и Бист, ему... Афиг знает, почему дровку нельзя взять-то. Дровка хорошая, с тобой соглашусь. Дровка против антимага один из лучших героев. Она реально берет быстро Shadow Blade, и антимагу сложно играть. Поставить дровку в мид, там, допустим, можно... Это бы тоже сработало. Ну, ладно. Вот тут мы видим явное такое, скажем так... Л, да. Явный такой прикол, который называется пул героев. Потом появляются, скажем так, вот эти Джаггернауты. Ты на ком играешь, но Джаггернаута еще на ком. Ну, ты на Джаггернауте. Как бы, типа, и выбирай. А, подожди. Только давай еще точнее момент. У нас... Аня, Куман у нас правый саран, Джаггернаут, это у нас на нем... Кстати, наконец-то лундруид появляется. Мне очень нравится этот герой, он очень стильный. Да. Очень много спейса он может дать, типа, очень много ресурсов может перетянуть. Порезал его срок, конечно, немного. На 20-м левеле очень сильный талант был. Да, и... И я очень хочу этого Тускара видеть сейчас для команды справа. Он в бане, первый бан. Да, ну, значит, я его не вижу. То есть, хотелось бы... Лундруид, конечно, был суперсилен, когда у него еще был талант, там, 40 атак спида, дополнительных на 20-м левеле, к второму спеллу. А сейчас сделали реально два таланта, по сути, свои бесполезных. Ну, в том плане, то, что у него классный талант на 10-м, на 15-м... На 15-м офигенный. А что на 20-м? На 20-м по итогу ты выбираешь либо там задержку на педведе удара, ну, типа, быстрее атак спид. Да. Там у него немножко, то есть... У маленького. Да, больше баф для милишного. Либо же... А, либо минус 25 секунд к батл краю. Но это опять же баф больше для милишного. Да, да, да. То есть, типа, два таких таланта, которые тебе... Ну, ты их не хочешь брать. Ну, значит, надо до 20-го закончить. Вот и все. Так, ладно. Бистмастер, Антимах, Венган, Друид. То есть, мы видим всех трех коров. А он и Свен, да? Пан отправил. То есть, сейчас, смотрите, команде с Лондруидом нужен какой-то саппорт. Скорее всего, Забанин и Свен. То есть, это должен быть саппорт на тимфайт. Опять же, Лондруид бьет одну цель. Одну цель Венган, Антимах, Армид, Бифмастер, одну цель. То есть, должен быть герой, который делает в тимфайте что-то. Это Котел, Феникс. Такой именно мощный герой. Феникс мне здесь не очень нравится. Знаешь, по демонтуру нет каких-то... Ну, Фирта какой-то, но и слабый Лайн с Фениксом будет. Ну, а что делать? И Джаггер хорош против Феникса. Как Драку выиграть? Ну, вот твоя идея мне нравится. Мне не до конца понятно, что это Бинга Бист. То есть, кто будет тройкой, кто четверкой. А я думаю, они разберутся. Они сейчас посмотрят, наверное, героев. Сейчас они не видели Джаггера. Я бы такой думал. Хускара я бы забанил, кстати, против ЛД. В миде, на самом деле, он новый именно Хусик. Очень силен. Во-первых, даже вот 5-й левел Лондурит. Идет он на тебя с медведем, там, бить, корнить. Ты первый завязал, оттолкнул этого медведя. В общем, супернеприятный. И он на лайне заставляет тебя очень больших проблем. Плюс ОД еще какой-то есть. Но ОД Лондурит. Лондурит, в принципе, там, Ачепи чуть-чуть будет сильнее. Но вот по игре мне для Радиент нравится либо ОД, либо Хускар. Как пики в этой игре. Мне кажется, он какой-то Дракон может вылезти спокойно вообще. ДК? Да, какой-то герой, который будет пушить линии. То есть либо Дракон, либо Кунка. Вот мне кажется, вот такие два героя должны быть в пике у команды слева. И кого-то из них нужно обманить. У фейт. У фейт. У фейт. У фейт. Хорошо. Как раз-таки там, где Дрим. Дрим с мипошкой. Задумались, мало времени осталось. Чем еще хороший Дракон был? Потому что справа одно количество физы. Ну, просто физа-физа. ДК был действительно крутой. Кстати, Лондруидом сложно ДК пробить. За счет этого Хепперигена, там еще два брейсера каких-то подносишь. Ты просто неубиваемый на лайнерах. Ну, остается, значит, кто? Остается Кунарь. Кунка, ну, Кунка, Лондруиду много играли манчапы, а Кунка, на самом деле, проиграет. Винтерменно. Вот вам саппорт на тимфайт. То есть Феникс, Котел. От сейв, да. Тоже Дракон. Который делает, да. Только ледяной. От спам еще. Да, это то, чего не хватало, хорошо. Верно, в принципе, да. И магию немного компенсировал, потому что так иначе одна физа была. Почему-то, мне кажется, Винга, тут тройка больше будет, потому что я не вижу. Я хочу теперь, короче, теперь либо Пухну, либо Кунку. Не, мне УД нравится. Или Кунфиксировал. ОД тоже хороший, да. ОД тоже классный. Единственная проблема, вот, и ОД, и Хускар какой-то, то, что... Ладно, у тебя Сардар ехали, да. Либо ОД, либо Кусик. ОД. ОД еще может под Гшку как навалить. Да. Это классная комбинация. Сейчас, правда, знаешь, пику на ОД редко видим, потому что сейчас собирают там новые артефакты. Много, много хороших героев сейчас могут взять. А вот и Кунка. Ну, ты был прав. Но я не отрицал, это хорошая, как бы, опция в целом. Итак, ну... Это герой против антимага. Да. Это герой против антимага, герой, который компенсирует атаку. Дополнительный, это тоже тимфайт за счет корабля. И на самом деле здесь хорошо все равно заходит. Блин, ну мне и у тех, и у тех по-своему пик нравится. Я просто до конца не могу понять. Ага, Бист у нас Вильхиор, Маден у нас на тройке Винге. Мне кажется, что вот пик у команды, которая справа, это Хоуп, да? Да. У Хоуп, он все-таки, будем так говорить, немножко более дисбалансен. Мне кажется, что... То есть, верно, они, конечно, выровняли этот дисбаланс, но мне кажется, этого будет недостаточно. То есть, ты отдаешь предпочтение как раз-таки фейтам? Да. Подрафт. Ну, а я тогда отдам Хоуп, пусть будет так. А вы, друзья, решайте сами, вера или надежда, потому как коэффициенты, сейчас мы тоже на них посмотрим и будем уже переноситься в игру. 1,76 и 2. Хорошие коэффициенты. Да, отличные коэффициенты. Я бы ставил, кстати, друзья, ссылочка находится под плеером. И, конечно же, после коротенького ролика мы будем уже переходить на игру к Роману Касперу Лепехину и, конечно же, к Фоливеру Антону. Твои ставки на киберспорт. Ничего лишнего. Только любимые Dota 2 и CS GO. Отличный выбор событий. Игровая статистика и лайв-трансляции матчей. Самые удобные платежные системы и стильный интерфейс. Для тех, кто всегда на связи, есть мобильное приложение с полноценным функционалом платформы. Регистрируйся прямо сейчас и получай свой бонус на первый депозит. ES.bet. Just bet it. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Фоливер Каспер. Мы начинаем смотреть последнюю, вроде как, серию на сегодня. У нас Вера и Надежда. Абсолютно верно. Очень интересное противостояние. Оба коллектива Empire. И я думаю, что они должны выложиться на полную. И, конечно же, доказать своим, наверняка, владельцам, кто же из них на текущий хотя бы момент вызывает больше доверия. Что касается драфта. Очень интересные вариации. Честно говоря, когда появился Лич плюс Гримстрок, я ожидал антимага. Возможно, позже выйдет у Империи. Но, как видим, в этой же первой стадии Империя, оппонент Империи забрал антимага. Я думаю, что я очень много неловких моментов буду испытывать. Потому что Hope, Fate. Я думаю, да. Я думаю, стоит вообще использовать только Hope и Fate, чтобы вот слово Empire, Империя максимально ушло из нашего этого эфира. Я бы даже... Ибо будет путаница. Очень хотел, если бы организация взяла и сделала два отличимых друг от друга логотипа. Они отличаются. Вот справа там есть Hope, а слева там... Да, но, к сожалению, в самой игре это немного затрудняет положение. Это же надо что-то делать, рисовать, это же... Да. Очень скучаю по моментам, когда команды в начале прожимают смок, топают в пятером и хотят таким образом креативно, не знаю, первую игру вправить. А ведь помнишь, раньше вообще, раньше с телепортов врывались, ставили варды, была битва вардеров. Сейчас реально вот первая эта фаза подготовительная, да, до выхода крипчиков, она абсолютно АФК вот в тарелку, просто сидя сам открою. Короче, самые-самые стандартные вещи происходят. Возможно, вот за исключением вот того, что сейчас нам Блэк Архангел демонстрирует. И, возможно, Дрим это сейчас увидел и прочитал. Ну, возможно, он увидел, а прочитал кто-то другой. Да, возможно. И впоследствии просто-напросто вард, который был установлен, снимут. Да, пока видим, что на центре также свой вард поставили. Хоуп, наверное... Я до сих пор... Нет, все-таки фейт, да? Хоуп справа. Хоуп красненький, зеленый фейт. Курьер, кстати, был убит сейчас, насколько я понял, совершил этот дерзкий поступок Мипошка, да, вызвал на себя вот это вот негодование Кумана. Правда, вряд ли это что-то даст сейчас, и фрагов, естественно, никаких не будет. Линии более-менее понятны. Да, это ландроидный миди против Кунки. На топе у нас находится, насколько я понимаю, Бестмастер. Он там по задумке должен быть не один. Его коллега, наверное, где-то путешествует. Я могу что-то путать, но нет, кажется, это должен был быть как раз антимаг. Я ведь помню, что Бестмастер саппортом у нас являлся. Да-да-да, Вилхиора забирал себе Бестмастера, но пока Вилхиора, я смотрю, там вообще одного оставили, как Саюша на грим-строке. Интересная очень линия у нас в итоге получается. Да, но нижняя линия пытаются реализовать Лича, Свардера и Джиггернаута. Парни очень много урона удается выдать, потягиваются, правда, тиммейты на помощь, но Амадна тем не менее умирает. Это первая кровь, паралитая командой Хоуп. Там еще, да, и Блэк Архангел тоже немного задержался, но из-за того, что у вертушки очень-очень-очень большая перезарядка в начале. Тоже довольно здоровский вариант с нынешним Свардером, да, если базовый стан действует недолго, то, в принципе, вот об этом, конечно, позже, потому что сейчас недоступен, да, вот возможность в смысле на стаке совершить три удара. А, башки имеешь удар. Да, выдать баш, то есть вот необходимый дизэбл. Просто изначально я почему об этом подумал, потому что по ходу игры наверняка появятся даггеры, целью Свардера будет порой ловить антимага, и вот именно в такой комбинации довольно длительный стан позволит более эффективно с ним разбираться. Ты на третьем ударе уже можешь идти ловить, ты влетаешь, оглушение, удар, и следующий удар уже идет с оглушением, и получается, что ты вот такое комбо-вомбо проворачиваешь, при этом без дефицита урона. Блэк Архангела тут пока что пытаются убивать, он плюнул в темноту, следовательно, показал, что у него там стоит вард. Да, я думаю, что сейчас-то вот очень было заметно. Тоже не понимаю этого, особенно в начале игр, когда команда ставит вард, потом палится, делает какие-то лишние удары на хайграунде по противнику и таким образом. Да, да, да. Ну, тут, конечно, может быть два варианта, где этот вард, да, вот на том холмике, на котором он сейчас стоит, либо в лесу, вот где святыня вообще находится. Но, ладно, это все мелочи, возможно, просто иногда в таких случаях информация принимается к сведению, что, ребят, там вард, поэтому где-то там осторожнее двигайтесь или имейте в виду, если что. И в итоге с вардом все равно ничего не делают, потому что тоже тратить время на перемещение, пешком, без ботинка, особенно на такой минуте, это порой слишком затратно. Да, ну что, у нас опять попытка напасть на антимага, которая пользы не приносит, либо есть блинк. А с другой стороны, о топе, гримстроп серьезно страдает, свард очень удачно выдает станд, плюс баллистики. В итоге ответный фраг делают, но уже игроки. Фейт. А, там еще хилинг селф есть у грима, поэтому он спокойно залезал раны и уже опять на линии. Ну, честно говоря, мне кажется, что это не то чтобы минус, а скорее недосмотр стороны Вильхиора, потому что можно обратить внимание на стики и, скорее всего, не так жестко давить за товара, вот в надежде получить какой-то фраг, который ему по итогу ничего не принесет. Иногда просто ты проходишь вот этот горизонт событий, уже дальше которого просто не вырваться, и ты понимаешь, что я пойду назад, меня убьют вперед, пойду, убьют. Если пойду вперед, может быть, будет ошибка, может быть, на халяву заберу. Как-то так-то еще иногда аргументируется. Тут, я смотрю, дрим вообще практически без маны остался, да, подъедает веточку собственную и перекладывает обратно мангус. Ну, антимагу тут не совсем будет приятно, потому что критические удары никто не отменял, и джаггер бьет по-прежнему очень сильно, даже без маны. Да, но все равно его саппорт поддерживает, на линии он фармит. Сейчас вот шанс есть забрать Лича, который Мор уже на себя повесил, соответственно, через пару лишних секунд он будет довольно уязвим. Но минус там, что Кумана Блинк очень долго откатывается на ранних уровнях. Даже фласку Мепошка решает потратить, чтобы гарантировать себе спасение, грамотно по Клив проходится, где, по идее, Вижна не был. Ай-яй-яй, неловкий. Очень круто. Читает, на самом деле, Куман вообще все передвижения своего соперника, в итоге делает враг. Еще неловкое движение от Лича было в один момент, он чуть-чуть приостановился, не знаю, может, не скликнул, может, еще что-то. Опачки, а тут у нас Кункевич, очень неплохо, поднапряг Медведя. И, да, естественно, Кодос отходит на время работы Тайт Брингера. Да, хочу вспомнить первоубийство Курьера, которое по итогу никак не сказалось на противостоянии. Оба героя примерно равны Крипстатам Медед. Я не думаю, что этот Курьер с даже примерно там флаской в кармане мог серьезно что-то изменить. То есть, впоследствии он появился уже ближе к третьей минуте. Да, я немножечко просто поздновато обратил на это внимание. Но сейчас его уже реально трудно будет подрезать. Вряд ли уже в этом направлении команды пытаться будут что-то совершать. Скорее, просто лишние деньги в начале, когда возможность была. Почему бы и нет? Да. Ну, что у нас на топе происходит? На топе у нас фармящий Гримм Строук. Как я посмотрю, да, у Слардера с фармом дела пока не очень задались. А Гримм, за счет того, что герой дальнего боя хоть как-то Крипчиков может добивать. У него там 11 на 2, я как посмотрю. Но это пока как-то немножко удручает меня. Не знаю, с чем это может быть связано. Возможно, с тем, что в итоге будет 2 мощных героя против 3. Это не всегда хорошо заканчивается. Ну, давай скажем так. Мы смотрели... Сейчас... Нет, мы сейчас смотрим за нападением на БЗ. Я хотел просто сказать о прошлой игре, да, где тоже был БЗ на Бистмастере, правда. Где по итогу некоторые роковые ошибки стоили команде, ну вот, возможно, игры даже. То есть я бы хотел, чтобы постарался бы зареабилитироваться в этой карте. Сейчас на него нападение. Инксвелл был поэшен Гриммстроком, правда, не сработал у Билли Слардера раньше. И это отправка в таверну. Ну что ж, небольшое преимущество в 3.000 золота на 6-й минуте. Не знаю, что это. Вот Баунтируна, честно говоря, не взяла внимания. Возможно, еще они подлили немного масла в огонь. Но антимаг продолжает вроде бы фармить. Отставание от Джиггернаута, оно минимальное. Лично мне кажется, что Джиггернаут очень поудобнее, да, вот. Пылесосить карту, уже будучи с Battle of Fury, все-таки от спавна к спавну, благодаря блинку, вот можно спокойно летать. И я хотел бы даже сказать, что... Да, ты там немножко оговорился. Да, антимагу, антимагу будет комфортнее, конечно. В общем-то, да, герой-то пошустрее будет, самую малость. И так, погоди, у нас тут сверху идет сейчас нападение. Разобрались с Гриммом. Маден пока уходит, да, еще одно глушение. Но тут Кунг на ускорение прибегает. Еще два удара нужно сделать. Плотный Веншфул Спирит, вот не ожидаешь, да? Так еще удар. Стики там еще через три секунды были, так еще бы ушел бы в итоге. Но слишком много героев от Хоуп сейчас на верхней линии в итоге... Вернее, от Фейс, да, прошу прощения. Да, удачно очень перетяжко. От Кунги по врагам. Правильно называть их Хоуповцы и Фейтовцы. Можно и так. Впрочем, надо просто привыкнуть к этому. Да-да-да. Так, Джиггернаут ничего особенного не вижу. Антимага просто пока не вижу, чтобы что-то глянуть. На что он вообще упор делает? Я вот помню, в последнем патче просто немного Контурспел подриктовали, потому что слишком круто. Как-то стоило на всех уровнях одинаковое количество маны и действовал чуточку более длительный срок. Хотя, вроде, казалось бы, это какие-то, ну, я не знаю, там, мелочи. Но сыграть это может роль не последнюю. Опять же, Свардер есть с точными скиллами. Ну, вот с Джиггернаутом уже обсудили. О-о-о! Как четко разобрали Кодоса! Он даже не успел понять, что с ним сейчас происходит. Да я тоже не особо понял. Это удар Стейддрингера, помощь от Гримстроука. Да-да-да, это именно оно. Причем он просто вот шел себе, никого не обижал. И здесь прилетает двойная плюха, которая там суммарно под три сотки урона, вероятно, имела. Она очень неприятно вышла. Честно, я из еще прошлого состава, ну, вот, в какой-то степени полюбил Кумана, да, вот за его перформанс. Даже были такие очень сложные игры, в которых он также играл на антимагии, ему удавалось. Ну, а где-то просто реально не хватало немного команды. Упорство, конечно, было средоточено в том, чтобы слоты иметь, но его одного не хватало. Может быть, в этом обновленном составе будет просто получше получаться в подобной стратегии, вот, выходить и в итоге одерживать победы в подобных играх? Ну, вообще, изначально задумка Империи с двумя такими составами, она выглядела необычно, да, не по СНГшному. У нас так в регионе обычно не делая. Такие вещи приняты в основном в Китае. Там очень много Invictus Gaming, очень много LGD там и разных других составов. FTD, помним мы, пока они не... Вы все, и сразу все должны все побеждать. А, возможно, проводились какие-то беседы, да, с игроками, с менеджментом. Вот, как вы чувствуете, что бы вы хотели видеть? И все эти вещи. Это нужно еще и изнутри также изучать, смотреть и просто, опять же, делать выводы, глядя на результаты. Пока рано, пока еще рано. Они только-только там махнулись. Сейчас будет любопытно, конечно, посмотреть, что из этого получится. Да, ну, так сложилось, что у Империи в основном всегда в составах до этого были как опытные игроки, так и вот вкрапления, наверное, новых каких-то имен, что в целом позволяло показывать им результаты. Ну, сейчас я, в принципе, тоже согласен. Довольно клевый вариант. У тебя есть 10 игроков, ты можешь их немного перетасовать, где-то просто взять более удачную позицию с другой командой, если она работает. Опять же, конечно, очень важно прислушиваться к мнению игроков, потому что, ну, то есть у вас есть рабочая схема, у вас есть команда 5 игроков, которые действительно уже сыгрались, неплохие результаты показывают, вы это пытаетесь разрушить. Если честно, то до этого состава Империи, который показывал результаты, ну, вот, как сказать, был какой-то момент, когда они играли с двумя корами, это работало, и мне кажется, что в какой-то момент просто команды поняли, каково это, и начали за это наказывать. И это немного дало сбой. То есть мне лично больше нравился другой состав Империи, как раз вот с Куманом, где больше упор именно делался на него. То есть команда старалась именно вокруг него играть. И мне это казалось порой более привлекательным. На самом деле тут же опять можно пангольеров сравнить, которые вот стараются на наиво играть. Очень схожая в чем-то схема. То есть есть у них мидер, у которого там определенные герои в пуле, и этим всем можно пользоваться и отводить взор от своего керри, который просто будет... Да, 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 но я к тому, что вообще вот эта схема с несколькими составами, она достаточно много опций открывает для самоорганизации. Чуть-чуть, чуть-чуть у БЗЗ не получилось. В общем-то он попал, но уже тайминги были немного запоздалые. И находит Вилхиора еще и Кумки, и Вич. Чуть-чуть, чуть-чуть не получилось в итоге с таймингами. Вилхиора, вероятно, здесь заберут. Через 4 секунды еще один Слизелин Краш. Даже не понадобился. Ну что, он попробовал забрать две баунтируны, в итоге не совсем удачно получилось, и сам умер за это. Правда, ответный фраг тоже дается сделать где-то снизу. Насколько хотел стоп, могу ошибаться. Нет, здесь, здесь Брак Архангел как раз убивал его здесь. Где-то неподалеку башня падает на центральной линии сейчас у Фейт. И Кодос убегает. Ну, конечно, Медведя его тоже не взять. Слишком он плотненький. Да, Саверрор. Опять что-то подгулял немного. Какие-то неловкие были передвижения. Возможно, это была наоборот попытка спровоцировать, потому что там уже подмога спешила в лице Виверны, и неподалеку еще Веншфол Спирит была. Да, ну смотри, вот на первый взгляд показалось, что ситуация неплохая. Сделал ротацию Кунка, сделал фраг, они убили, но убили саппорта. При этом на центре была потеряна вышка. И только что, как мы видели, три героя оставались на нижней линии после убийства Гримстроука. Они смогли снести еще один Таву. И сейчас еще раз Гримстроука убьют. Все к этому идет, и Саюж отправляется также в Тайон. Фраг тем более, антимагу достается, кольцо Регена, два Врэйсбэнда, стики ПТ, и все здорово. В итоге, да, в итоге получилась какая-то, знаешь, неопределенность между Гримстроуком и Слардером, в плане того, кто же все-таки забирает фарм. Один бы хотел, но не может, а другому он, в общем-то, не сильно и нужен. Я про Гримстроука, конечно. И мы будем иметь недосельть. И, ну, такого чуть сильнее Гримстроука, чем обычно. Я в него не очень сильно верю, если честно. А с другой стороны, Медведь хорошо сейчас достаточно идет. Да, антимаг просто бешеный. И Венджи Фулл Спирит, как бы это ни было странно, сейчас играющая через Владмир со своим вот этим пакованом Аур, будет приходить и под Медведя, под Бестмастера просто ломать вам все башни. Да, и уже можно, в принципе, заметить то, что это приносит империи плоды. 3000 золота, да, вот 3-4 пока растет цифра данная. Разница в фрагах, она вообще минимальная, но, опять же, там, баунтируны, вышки, все это вместе с копом дает результат в виде подобной суммы денег. Да, да, да. Ну и вот, вот, следующая башня. Это будут делать сейчас хоуп постоянно. Как от этого отбиваться? Гримстрок может периодически там краску тратить, но не думаю, что она слишком сильно будет пугать людей, если только он не купит сейчас 5-0 талисманов и как-то быстро не возьмет себе 15 уровень, плюс 12 еще с веселезаклинаний. Но это когда-то в будущем, возможно, никогда. Да, еще одно нападение на Благо Архангела. Он успел предварительно спрятаться в ледяную колбу, но на этом все, его потуги выжить закончились. Да, если честно, я думал, что сейчас будет какое-то скопление героев, но, опять же, антимаг пока вряд ли готов своей команде помогать и лучше его не отвлекать от его основного занятия в виде фарма и сборки Battle Fury. Но при этом герои такие, которые, знаешь, вот с нескольких флангов могут перекрыть попытки какие-либо нападения. То есть Виверна может дать ульт-героев задержать, Бистмастер с Рора тоже может начать. Просто может возникнуть недостаток по урону и... Ну вот, завязывать драку сейчас, это просто либо уйти ни с чем, либо при этом потерять пару героев и еще поставить антимага в будущем. Ой! Да, согласен. Ой, как же плохо получилось. Ну, во-первых, подходить к лесу ошибка. Вот прямо-таки ошибка. Вот стой чуть ниже, ты хотя бы будешь видеть этот снаряд у тебя летящий чуть дольше. Там у тебя будет возможность как-то отреагировать. А если у тебя нет вертушки, вообще не подходи к этой башне. Но в итоге увидели. Потеряли джиггернаута, потеряют сейчас башню. 4 тысячи уже преимущества у Хоуп. И они пойдут сейчас на тир 2. Да, более того, это некое доживу, потому что, казалось бы, игроки Хоуп не разошлись. Они словно отошли к своей вышке, полагая, что сейчас будет наступление. Ну, примерно так и произошло. Единственное, что джиггернаут немного не с его высыграл. Получил рорт, потеряли в итоге своего мейнкэрри. И после этого открыли дорогу уже своим оппонентам, да, в плане сноса дальнейших вышек. Да-да-да, даже щит лича помогает не очень-то и сильно. Джиггернаут идет дальше, получает еще одну сосульку. Обмазывается он гримстроком. Ну, все, дальше погоня уже исключена. Отличный ультимейт. Ультвизгерный. Ай, как больно. Да, ну тут, типа, основные герои были как раз, которые способны много урона внести. Ну да. Что позволило быстро разобраться с гримстроком. Ну окей, не забрали т2, но получили такой приятный подарок. Кстати, вот Блэк Архангел. У него Аркберна часом не было, просто для того, чтобы улететь вот сразу через древний куда-то. Нет, не было. Не было и быть не могло. Он его до этого использовал. Так что, да, так что, в общем-то, ему деваться было некуда. Он там Барт успел отложить перед тем, как погиб. Джиггернаут снова был убит где-то на топе. А он опять ненадежно сыграл? Опять сыграл ненадежно, судя по всему. Ну, корни, скорее всего, получил там три раза подряд. Собственно, вспоминаю эту легендарную игру. IC Cup против Natus Vincere, где на 15-м или на 19-м минуте Нави написали GG. Потому что Медведь стоял в центре. И с момента, когда у него появились корни, они работали вот просто по автокасту. Каждая тычка, когда корни не были в откате, это были корни. Дэнди в центре там стоял, просто написали GG, вышли. Он просто не понравился. Нельзя было играть. Да, сразу же был поставлен варс, сразу же был найден. Ну, подумаешь. Такое бывает. Так, ну что, преимущество растет, но не столь заметно. Тем не менее, антимаг мы все еще в кадре толком не видели. А у него, между прочим, топ-инторс. А вот и он. Perseverance, рецепт в кармане, и Demon Edge уже летит в курьере. Он как раз бы возле Secret Shop. 15-ая минута с половиной, это замечательно. Бешеный темп. Бешеный темп для антимага, которому всегда стараются не давать жизни. А сейчас жизнь просто хлещет. Скоро хлистать он будет, правда, всех. Я, вроде, интереса просто 20-минутный таймер запустил. И почему-то полагаю, что даже до его истечения игра могла бы закончиться, если он дальше не будет умирать и будет все делать. Я бы даже ставил минут на 10. Вот серьезно. С таким темпом 10 минут. Вот 26 минут ровно. ГГ. В принципе, да. У него к 20-й, к 21-й может монтастай уже быть готов. Он смело может так. Но на топе драка даже без антимага. Два фрага, получается, совершить слава. 7 минут. 7 минут. Тайминги поменялись, да? В прямом эфире. Да, я просто смотрю, что там пара героев погибла, там пара героев. Уже 7к. 7к. Короче, вот этот вот пацан в капюшоне, он очень нечестный. Я тебе точно говорю. В моих всех матчах матчмейкинги происходят точно так же. И здесь точно так же. И во всех матчах, где я вижу бестмастера, происходит все по одной и той же схеме. Да, ну хорошо, что хотя бы бараки пока потеряны не были. Потому что если бы команда при этом без антимага еще и сторону сейчас несла, я бы вот, будь я на месте этого антимага, я бы немного загрустил. Типа, блин, команда справляется и без меня. А зачем я здесь вообще? Да, можно сразу выгонять игрока. А в четвером следующий матч начинать. В какой-то степени я скучаю за прежде часто присутствующим вивером. Потому что это как раз тот герой, которому не нужно фармить, и который очень стремится с командой уже движ наводить. Ну, я понимаю. Я скучаю по виверу на четверке. Вот даже, знаешь, он прям такой ностальгический был. Тоже вариант. А Фантом Ассасин на четверке, ты вспомни эти времена? Я помню только попытку от Лила исполнить. И, честно говоря, та попытка, как мне кажется, провалилась. Не, она же была имбовая. Нет, ну, а, я понял. Это был до один момент этаповый, когда все, в принципе, работало. Но потом я вспомнил, видимо, один момент, когда вот Нави еще с Лилом играли, и там тоже был трайник. И когда Лилу дали, так сказать, карт-бланш подрафтить. Ну, это было еще с ВП, когда они еще в составе ВП тестили разных четверок. А, все, понял. Там все работало, как швейцарские часы. Да, тут Кумана хотели загнать, загнать не получилось, конечно. Контроля тут, ну, в принципе, бы хватало, пожалуй, если бы Грим не ошибся, да, со своим призраком. Ну, думаю, тут все очевидно. Если на части, ну, в левой части карты никого из героев нет, тем более, что там находился одной костяк команды Хоуп, и, возможно, как раз они думали о том, чтобы сейчас какого-нибудь героя доубить, то логично предположить, либо это смог, либо команда направляется уже в свою часть леса, пытается найти антимага, если нигде на карте его не видят. Хотя, вот по поводу Вижена, опять же, вопрос. Ну, вот к ребятам из Фейт. Они чисто свою часть леса контролируют. Да, свой лес немножко все-таки сохранили. Хотя нет, в области Рошана даже в Ардике есть, даже кого-то видят. Так, попытался забрать Рошана. Крэш от БЗ в Рошпит, и это не принесет никаких результатов. Есть стан от Винги в ответ, правда, под спринтом. На воде очень шустро бегает Свардер. Джаггер, он не слышь, выдал, правда, в Колод Эмбрейс. Чейп, инведи немного полетал, в Таллину Орла не получил абсолютно никто. Все плохо. В это время был убит Лич, верно, при этом выживает. Опять же, отличный крэш от Свардера по двоим. Пошел слаб от Винги. Джаггернаута теряет Коуп. Также Гримстролка. В итоге, размен 3 в 1 и БЗ, который пытается спасти себе жизнь. Но, боюсь, что будет непросто. Хотя, да, трипл килл для Кумана на антимаге. А, ну это тим вайб вообще-то. Это вайб, да, именно это вайб. Причем вайб с Рошаном еще. 13к уже перефарма. Да, причем логично очень, что Далли Эггис. Лондруиду. То есть, ну а что, он ничего не теряет. Он просто в рейндж-форме стоит спокойно, бьет бараки. Его убивает, он встает, делает то же самое. Вообще ничего его не останавливает. Да. Коудана на Медведя нет. Даже если его убьют, он его вызовет снова. А где-то под рукой окажется Веджурор. Здравствуйте. Я сношу ваши бараки. Да, причем казармандала ломает он очень-очень быстренько. Да, вот они графики. Графики просто бешеные. И, да, Хоуп, конечно, пока не видят непобедимыми в этой конкретно карте. Да, и при этом они не направили сюда все свои силы. Они уделили внимание центру, уделили внимание бот-лейну. Получается, что три линии под их контролем, где, скорее всего, в ближайшее время также упадут и два. Ну, опять же, речь о центральной линии и о нижней. Хотя если... А, да, все верно. Я почему-то подумал, что на центре это два, возможно, нет. Посмотри, вот Джаггернаут. Да, Персеверанс только. Персеверанс. 6400. Общая ценность. 6400. Нет, даже Баттл Фьюри. 20-ая минута игры идет. А там уже плюс Монто Стайл на антимаге. Ну, с антимагом его сравнивать сейчас это абсолютно глупая идея. Конечно, стоило бы, потому что они вроде как на одних линиях стояли. Да, я бы, если честно, здесь вот ради интереса послушал, что бы сказали. Наши аналитики в ситуации, когда вот умирал Джаггернаут. Возможно, это одни из тех моментов довольно существенных, когда две смерти примерно друг за другом тоже отняли часть какую-то вот составной успеха. Ну, и вот посмотри на эту птицу. Вот она себе сидит, кстати, сейчас еще и вард сломали, и Джаггернаута сейчас сломают. Да, он умни слэш нажимает. А, он ТП делает во умни слэша. Ага. Да, и в итоге спасается таким образом сам. Чит, чит. Не, ну это здорово. Правда, тряется Юша, Гримстрок, 30 секунд, наверное, придет бэйбэка. У него нету. Но что сдерживает сейчас игроков Хоуп от захода на ХГ? Да ничего на самом деле. Они, я думаю, казарму сейчас быстренько сломают. Я к чему? Я смотрю на этого бестмастера, на его птиц. Они, во-первых, они дикие. Их нереально сбивать. Мне кажется, им нужно вот здоровье с прочностью в целом где-то до двух единиц. Понизить там до двух ударов, чтобы их можно было сбивать. Это нечестно. Сап воюет с вот этой птицей минуту. Что это? Я хотел про что сказать. Бестмастер на центре Т2. Снес антимаг, снес Т2 на нижней линии. Там снизу, да. Да, развлекается также со стороной. Причем бараки сверху уже упали. И парни из фейт просто не знают, что делать. И не знают, кто является их целью. С Аегисом? Лондроид, возможно. Давайте нападем Крэш. Есть госшип. Но тут слаб от Мадена. И, впрочем, он не особо пока чувствует. Да, на себе гнет. Прыгает бист. Есть рор. Поймали Безазе. Безазе пытается Дрим спасти свою жизнь. Но, опять же, второй заряд свапа позволяет Мэдну вернуть обратно Дрима и забрать Джиггернаут. Есть бэйбэк, но он не совершенно тратил до этого для того, чтобы свою жизнь спасти. И я боюсь, что дальнейшую оборону держать очень трудно. Когда Джиггернаут умирает за время действия Виндфьюри, Блейдфьюри, прошу прощения, как бы, это уже о многом говорит. Обычно он использует там для того, чтобы где-то отступить. А тут он влетел, нажал и просто умирает. Да, загоняет уже просто на фонтан. Бедолаг. И третью сторону сносит. Пойтог. Помнишь парашютку про 7 минут вместо 10? Да, я боюсь, ты оказался прав. Я даже немного расстроен. Но, опять же, антиманк здесь вроде бы и присутствовал. Даже в конце видим, что он делает даблкил, триплкил делает Куман. Ну, там рампашечка должна подъехать, по идее, давай-давай, Куман, Куман, нажимает. Пробит на фонтан. Нет, пешком, все, заберут. Нет, не забирают. Куман, ну, плакаркангел. И, к сожалению, это его не спасает. Фидит, фидит, антимаг, что поделать. Да, правда, там уже последняя Т4-вышка падает. Там уже на карте какие-то рисуют рисунки, у нас обсерверы тоже развлекаются. А чем мы еще заняться, правильно? Абсолютно верно. Да, я немножечко сегодня огорчен тем, что мы лицезрели в пяти картах в плане того, что не было сегодня тех игр, которые держали интригу. То есть, вот, ну, очередная карта, которая, да, вот ставит точку в сегодняшнем дне, где, опять же, нету, к сожалению, налетов на интригу. То есть, я не надеюсь, я уверен, что в плей-офф будет куда веселее. Потому что сейчас, да, сейчас вот группы, они, собственно, и изобретены были для того, чтобы отсеять более сильные команды от более слабых команд. И если там что-то происходило неожиданное, это как раз-таки было сюрпризом. А то, что мы наблюдаем сейчас, ну, не знаю. Это, конечно, грустно, но это не сюрприз. Да, плюс, обратите внимание, что команда Empire Fate играет до конца. Даже несмотря на то, что потеряла три стороны, все равно... Ну, это же вера, вера. Верят, ну, не знаю, правда, во что они верят. И да, хоуп, хоуп побеждают. Best of 1, все дела.